у тебя получается но такой же более навороченный плужок массивные растяжки здесь установлены восьмая передача друзья что примере 8 с половиной километров час средняя скорость у нас составляет но почему на поле не выдержит но он весь разложит по гаечкам и по стоечка что-то пристал к трактору стоит он тебе стоит а тут хуяк и масло надо ты дал чудо коню мульчер подцепили ржа все благословил езжайте да ребята поехали березки таскать который я наковырял я мало наковырял день поковырять и месяц таскать блять надо еще идти ёбаная ну ё парас это иди переключи наху пойдем сходим ну не закрыли я думаю что думаешь может быть о камаз что-то повез что-то все запускается даже мтз-8 запускается это сбуксировал блять я пошел тут буксир нет такой не нормально все пойдем пух посмотрим ну его нафиг ну за компанию чуть не зачем я упаду ну тебе привезли шпук тебе это называется дождь прошел друзья заняться нечем время убить надо как-то пока сыра поедем наконец-то числю привезли подшипники легкиному гаспарда не я пойду тебе рассказать как управлять трактором к тебе напомнить как скоростя включаются помнил да бога какой нет и сидишь как-то удобно да джон дир джон дир урознь да лёш на комбайне неудобно сидеть сползаешь вот так вот вот так вот Субтитры делал DimaTorzok Пойдемся мимо нового плуга, покажу вам Всем привет! Сейчас мы хотим вам немного рассказать о навозе-разбрасывателе Торговой марке Металфак Модель данного навоза-разбрасывателя N267 8-тонный Одним из преимуществ данного навоза-разбрасывателя является вариант выбора ширины резины Есть штатная размерность, есть дополнительная В данном случае это дополнительная резина, как вы видите, она намного шире штатной Затем, если мы подойдем к задней части навоза-разбрасывателя Данная сетка это защита, чтобы в никого ни что не попало При работе данная сетка поднимается И как вы видите, здесь находится четырехшнековый биттер Привод идет от редуктора, также четырехшнековым обакс Шнек оснащен ножами, которые разбрасывают массу при своей работе Масса, поступая сюда, ее можно регулировать подъемом заднего окна На данном навоза-разбрасывателя применяются цепи Оснащены, соответственно, цепи и валы На них сидит звездочка НК-11 приводная Вращение идет от редуктора Гидромотор стоит, он приводит в движение все валы, которые приводят в движение сами цепи Цепи соединены специальным соединительным звеном, планкой и корончатыми гайками Специально установлена, как вы видите, такая квадратная труба Это предотвращает перехлест цепей в процессе работы, если не уследить за их натяжкой Еще дополнительно приварены по всей длине прицепа, как вы видите, грузового отсека Приварены планки, которые препятствуют износу самой стенки корпуса данного прицепа Узел натяжения цепей на данном разбрасывателе достаточно просто представлен То есть, если посмотреть, там находится передняя цепь, она же ленивец так называемый И регулировка происходит натяжение цепи вот этими болтами Опять же, данный прицеп оснащен всем электрооборудованием, которое положено То есть, вы запитываете его от трактора Световые приборы, различные световозвращающие Все омалогировано для движения по дорогам общего пользования до поля Кому стала интересна данная модель, звоните, узнавайте, покупайте, работайте Понимайте сельское хозяйство Вообще, я вас всех приветствую, друзья Очередной рабочий день, как вы понимаете Движуха потихоньку идет Кого-то отправили березки таскать, декорчевал я Там 12,21 поехал, МТЗ-80 Ремонтник сказал, что моя секция на Джандире умерла А трактор бубенит по утрам на холодную И у меня такой стук, если есть То, скорее всего, какая-то форсунка наебывается То есть нужно диагностику проводить А диагностику нужно проводить на холодном двигателе Да и парень приехал без диагностического оборудования Так что я в пролете А секция на распределитель Джандир Друзья, хотите верьте, хотите нет Хотите стойте, хотите присядьте Но это 300 тысяч Секция, не распределитель А только одна секция 300 тысяч, около 300 тысяч Говорят, там золотые Клапана Бриллиантовые втулки Вот это я покорчевал на этой секции Зато покорчевали Ладно, вот он плуг, друзья Лемкин диамант 16 Также с перевивыми отвалами Также схема 8 плюс 1 Ну такой уже более навороченный Плужок Массивные растяжки здесь установлены Гидроаккумуляторов Целая куча Здесь, сзади в общем такой обалденный импортный пух инструментальный ящичек даже есть какой-то zip минимальный ключ с линейкой обалденно на 3024 нифига себе что еще есть ключ 17 на 19 ключ на 50 ключ на 22 19 ну и какой-то метис имеется крутотей ну правда еще водить эксплуатацию надо передние соком 3 отвала открученные задние надо отвал ставить к раме прикручивать крутотей так идти пойдем к лёхе хочешь помогу не хочешь все ноги будем убирать а мы так руками сможем что-то прикрутить ну ладно у тебя получается а мне все-таки себе таленька меда давай комментирую че ты делаешь что-то кривиров не было тут нахуй не нужно скажешь уже не было даже проточки чтобы ковырять монтажкой можно было факт вдруг перекипит прокладку забыл поставить не успевает перекипать выключай камеру Михалыч а что он идет он не любит снимать чтобы снимали помогать туши нет пускай идет Михалыч помогать не будет сейчас будет куда же делится я такой вот смотрю если блять попаду в кадр куда он ходит ха-ха-ха ты попал в кадр вырезать придет а это будешь знаешь когда зимой где-то я там буду далеко нахуй возьмете да давай рекламирую в каял заебатые подшипники заебатые ходить будут нахуй на неделю хватит на неделю? да нет побольше на две это уже дохуя значит хороший фальшивенький фальшивенький заебаты в туалет заебатые на два на две линейки в поле поле чё бля ты перегонки что ли нахуй нихуя не все это не дотянул дальше ну и все дочь я выиграла да все так и был дай болт там не подлезет я думал все вакуал мушки ковырялка который хуй упрешь я Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, мощно, блин. Кобыл, правда, херачит. Земля сухая. Тут дождю надо, блин, чтобы неделю лил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ужас. Тихий ужас. Блин, вообще Михаил честь кругу поедет. Не, а после пшеничного, может, и нормально. Да? В том году после пшеничного поля более-менее было. А вот эти что, яровые? Помню. Первое, может быть, не такая песня. На восьмой ехать не хочешь. Сто с лишним, блядь. Черт. Ну, как видишь, он в пиках идет. А то просадка, блядь, до тридцати процентов. Ну, до пятидесяти, а то он же за девиного завалит. Я вот выбираю какую, да? Скажешь, нагружать двигатель нужно. Огрузить, блядь. Он в одну секунду он 50-60, а в одну секунду Хуэкс и за 80-90 может он скакануть. Блин, на право этот, мне так же не привычит, что Джодир так, блядь, на колбасе трясется, нафиг. Для меня это такой нормальный без вибраций трактор, нафиг. О, вибрации, дай, что есть. Ну, вот, блин, за гонками сейчас будет просто ходить. Хватит, вообще ужас. А ты потом как ходишь, вот на нее будешь просто заходить, Лёх? Или на эту и туда. И туда дальше будешь. А, ну как я с баронами на ДТХ ходил. А я и с беднаром так ходил, Лёх. У меня же беднар не углубляется, нафиг. Тоже так же. Оп, заходило. Где-то три я там брал и все украшал так, мелкими загонками получается. Глядь, на спуск побежал, да, Лёшка? Да что вы, видишь, сон, ооо, зацелиться. А сейчас останавливается идем. Он и пробуксал, видишь, идет показывает. Восьмая передача, друзья, чтобы понимали, восемь с половиной километров в час Средняя скорость у нас составляет. А так просадка и восемь и две, и восемь и семь может показать. Средняя восемь и пять. Чаем очень важно? Спасибо за субтитры. Продолжение следует... 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 это вы так вот пошли разворотку делаете на него здесь вертаешься а потом уже запахиваешь на потом уже концерт пахал ну ты на глаз вбиваете в сторону серега она примерно знаешь ну короче плохо уместил скоро не ну полгода все равно месяц ты же выходишь и начинаешь его перекидывать а он же колесо заворачивается начинает обидать вокруг я сам разворачиваться в сторону далее уходишь туда опять же прям выходишь пол перекидывай по вертоносе на месте тоже умещаешься понятны пока для меня это же дремучие сны что-то такого 6 часов уже вечера на самом деле тянем домой только отъехал от семена и от семена от семена хозяйца симеон агры семьи он не семен семьи он семьи он не семен в общем михаил чпажет с пушком что топ-даун весь разбирается вообще по запчастям блять то ли земля такая не знаю крышкой блин на ступицы потерялся там еще шпильки какие-то на колесах плюс это еще ромашка оторвало которые сзади выравнивающие диски такие ромашка сделаны они на том кронштейне две ромашки вот короче прям от кронштейна оторвало трубу на котором прикручены ступица ромашки посмотрим что-то по воду я думаю затрону молотить должны выехать пока все на этом что едем домой все спасибо за внимание оставайтесь канал подписывайтесь лайки репост все как полагается ребят вы красавцы все кто это делает лайкает комментирует вы красавцы все всем бобра пока